ой как круто всем большой привет меня зовут ксения моя фамилия назаренко я предприниматель директор образовательных программ а сегодня я модератор встречи успешный бизнес именно эту тему мы и обсудим а в гостях у меня ольга чучедеева и пётр иванов друзья привет расскажите пожалуйста сразу прям вот тезисно или как хотите на самом деле чем занимаетесь что делать ольдовайся начнем всем здравствуйте большое спасибо за приглашение я занимаюсь музыкальным менеджментом и выступаю как независимый продюсер музыкальный продюсер продюсер культурных проектов и пиар-консультант подробнее дальше расскажу о всех разных больших и малых проектах я точно знаю что ты имеешь непосредственно отношение к мумитроле к монеточки да вот в пандемийный сложный год был реализован большой проект это трибьют 20-летнему альбому мумитроле точно ртуть алоэ который выпустился в 2000 году и мне пришла идея сделать такой ремейк собрать молодых независимых музыкантов и выпустить альбом с еще с тремя там бонус хитами и в лайнапе поучаствовали дорн ваня дорн монеточка сенечка эмси мирель и многие другие классные независимые артисты вот проект был подарен группе мумитроле на день рождения и илья логутенко на день рождения и презентована в октябре прошлого года при поддержке universal music без которых не случилось бы это никогда он только пандемийный год очень круто спасибо петь рассказывай привет московский городской и студенты в первую очередь меня зовут пётр мне 36 лет я с первого курса являюсь предпринимателем создал и завалил уже несколько бизнесов сейчас в текущий момент ну наверно самая успешная моя компания это event агентство департамент она вошла в топ-50 event компании мира мы работали в свое время со снуб-догом с моникой беллуччи с перис хилтон открывали музей гараж делали достаточно большие мероприятия у нас работало 50 человек в топе потом случился карантин мы все теперь в онлайн формате с вами общаемся но по-прежнему чувствуем то что нам нужно чувствовать и сейчас мы перешли в digital формат сейчас я развиваю новый проект это студия завтра вот так вот вы меня можете найти обнаружить очень быстро запрыгивать в инстаграм сегодня кстати 12 лет моему сыну поставьте ему лайк этому посвящена stories вот в студии завтра мы занимаемся digital продакшна мы перевели мероприятие в гибридный формат мы терем делаем их в онлайне мы создаем цифровых людей мы создаем мультимедиа инсталляции используем голограммы то есть все что невозможно в оффлайн мире мы перевели в онлайн то есть из старой компании я ушел и успел как бы вот за этот год трансформироваться создать новое партнерство и развиваю эту студию надеюсь сегодня поделюсь с вами советами что вы сможете сделать уже сегодня чтобы быть крутым завтра очень круто спасибо у меня на самом деле в какой-то момент даже коленки задрожали прям от восхищения я сам в шоке сам ой ты не дрожишь еще нет это только начало только начало сначала слушайте значит интересно вот есть проекты есть какие-то уже даже крутые статусы до в отношении этих проектов очень интересно что вы делаете прям ручками в своем бизнесе вот прям вот непосредственно каждый из вас я скажу что я все делаю ручками потому что мне сама идея то есть у меня есть разный опыт и культурных корпораций и тогда когда ты практически как винтик в машине и через себя проходит миллион миллион проектов и ты уже сам не понимаешь вообще даже не то что не может насладиться а ты уже вообще ничего не понимаешь потому что огромный завод до по культурным проектам мне это не близко я в какой-то момент приняла решение что мне нравится вот этот бутиковый хендмейт такой подход и собственно сейчас до сих пор там много разных поступало предложений основать там пиар агентство как угодно агентство и иногда бывает особенно связи с пандемией когда сначала не было ничего а потом повалило как бы очень много всего и берешь и понимаешь что ну вот эта машина мне не нравится мне нравится когда ты можешь понимать чувствовать проект и со всех сторон как трибьют был это полностью от а до собранной с продюсированный из там мод пиара связи с артистами юридическая сторона я не знаю дизайн и все прочее это все как бы курировалась и в основном даже делалось самостоятельно секунду то есть ты хочешь сказать что ты прям напрямую со всеми подрядчиками до со всеми документами это было это было да вплоть до пересылки директора монеточки договора и там вызова яндекс такси чтобы передали передали договоров там екатеринбурге допустим на подпись да потому что не бюджет проекта не предполагал там вовлечение огромного там группы ресурса людей на то есть это все сводилось и но это на самом деле очень крутой опыт я теперь могу понимать где как и очень-очень благодарна наверное что я не встретила никого кто мне бы ну кто сделал подобный проект и кто сказал бы мне все подводные камни подводных камней было миллион очень много и если бы я знала на берегу явно и рассказать да не ну то есть я даже вот до сих пор думаю я не буду рассказывать обо всех сложностях потому что иначе ну кто-то просто может передумать ну а кто-то просто когда не знаешь и нет у тебя определенных шор ты просто можешь проложить свой путь изобрести его найти решение всех в общем проблем так или иначе и и в общем все сделать я поняла петь а ты чего вот ручками прям напрямую ручками моя работа это stories публиковать мне очень понравилась эта фраза одного из предпринимателей вот это я действительно тапу знаете сколько в среднем раз тапает человек на свой смартфон 2000 раз это только в среднем в общем завтра нас ждет новый мир увлекательный новые интерфейсы нейролинк там виртуальная реальность но мы сейчас говорим про бизнес да и про управление как вы думаете что такое управление друзья по ту сторону камеры и друзья в этом зале вот для каждого свое определение вот мне ближе всего откликнулась управление это достижение результата чужими руками управление это достижение результата который мне нужен чужими руками я проходил один такой бизнес курс нас нам предлагали построить башню из кубиков простейшие задания но нет не прикасаясь кубиком сидят люди у них завязаны глаза и ты должен управлять мотивировать контролировать планировать координировать то есть все функции менеджмента да но без рук и вот это самое гениальное сейчас я с вами сижу здесь на диване наша команда 12 человек все выполняют какие-то поставленные цели кто-то ищет новый офис для компании кто-то ведет переговоры с клиентом карте кто-то создает цифрового шеф-повара кто-то считает финансы кто-то сейчас ведет наш инстаграм вот это круто это мне доставляет большое удовольствие когда есть некое видение концепт люди запрыгивают в твой корабль и гребут веслами вот в это направление короче говоря это такое масштабное делегирование когда ты можешь оставить своих команду да и быть уверенным то что все будет ок да я мне кажется постигаю это мастерство только в тот момент когда стал родителем у вас есть дети у меня нет а у вас почему я задаю этот вопрос этим студенткам вы бы их видели просто кто пригласил этих малолеток в студию да мне самому не продают алкоголь в правда требует постоянный документ мы сейчас такое моложавое поколение нет здорово надеюсь мы вообще за 20 век продолжительной жизни увеличилась на 40 лет что за 21 век 100 лет это будет уже норма то есть мы с вами будем жить много тем более вот так а какой был вопрос простите про масштабное делегирование масштаб команду и про масштабное делегирование но лично мне это доставляет удовольствие вот и в воспитании детей сегодня моему сыну 12 лет он сам придумал свой день рождения он взял у меня деньги сказал пап мы сами пойдем с друзьями мы все организуем только оплати мой донат наверно вы знаете что это такое сейчас вся валюта у детей только донаты вот и это большой кайф есть тоже такой ну будь здорово если какая-то польза возникнет после нашего общения есть тоже очень классная метафора по делегированию что значит делегирование это достижение цели только чужими руками то что мы обсудили метафора как научить ребенка кататься на велосипеде сначала ты держишь седло он сидит и ты его везешь просто идешь рядом если ты отойдешь ребенок упадет набьет все шишки будет плакать у него будет травма и он никогда больше не сядет на велосипед то же самое с сотрудниками есть ты дашь ему большой большой непонятное сложное задание это будет слишком большой стресс для него он сделает ошибку бросит плюнет уйдет уволиться и так далее поэтому сначала мы идем это первая стадия потом мы что делаем еще не отпускать потом ты бежишь рядом я учил у меня два сына предвосхищаю надеюсь это папа будет делать но сейчас мы все эмансипированные дамы дают тебя позовем да я готов кстати вот мой инстаграм кого научить потом ты бежишь рядом и держишь седло соответственно ты делегировал задачу ты помогаешь объясняешь и ты находишься рядом в случае чего да потом ты отпускаешь если если ты видишь что велосипед падает ты сразу тут как тут есть ты видишь что все вот человек сейчас сделать огромную фатальную ошибку не туда потратить деньги там клиенту нагрубит про пустит дедлайны ты врываешься и страхуешь берешь на себя потом ты стоишь и смотришь как он катается а потом ты просто говоришь езди за пивом сынок вот и все правильно понимаю что значит публикация stories соответственно некое продвижение но все-таки что-то больше мне кажется ты генерируешь контент генерируешь идеи бренджи создаешь креативной концепции я права у меня есть видео небольшое да я показал его коротко чем мы занимаемся вот я записываю такие видео вообще у бизнеса у любого есть три функции основные и классно найти себя то есть чтобы ваша компания была the best а сейчас конкуренция большая в любом бизнесе либо вы the best и вы зарабатываете хорошо либо вы среднячок и красный океан много пираний вы знаете да эту концепцию красный океан голубой океан красный океан высокая конкуренция низкая маржинальность там конкуренция идет за счет цен если вы создаете какую-то уникальную ценность то вы будете больше маржу создавать и больше зарабатывать поэтому в конкурентном поле важно дифференцироваться и вот моя задача сейчас привлекать клиентов это то в чем я the best вот я понял это одна из функций бизнеса другие две это продукт и это управление вот три пальца то есть бизнес начинается с продукта это мастер какой-то умелец который тысячи часов посвящать только продукту он например очень крутой пиарщик как ольга или он очень крутой танцор он открыл школу танцев или он очень крутой там программист или он очень крутой смм-щик то есть это номер один без продукта нет бизнеса но часто человек продукт он уходит в себя он не умеет коммуницировать этот продукт миром и он не умеет управлять поэтому этом подмастерье ну мастер скорее это один два три человек маленькая компания все меняется когда приходит такой человек как я вот это человек коммуникатор это вторая функция бизнеса это коммуникации то есть это маркетинг связи с общественностью социальные сети пиар в то есть коммуникации смотрите какой у нас классный продукт смотрите какие у нас крутые штуки смотрите я сейчас буду снимать stories я езжу на встречи с клиентами я участвую в конференциях как сейчас я же не просто так сюда пришел моя цель нет не найти клиентов моя цель сейчас найти сотрудников вы молодые активные московский городской я приглашаю вас прийти к нам и трудиться может быть параллельно может быть после университета welcome и третья функция эта система потому что мы более хаотичные ребята и продукт и коммуникатор должен быть человек компьютер это мой партнер сейчас александр он супер спокойный он говорит приблизительно 2-3 слова в минуту он всегда ходит с ноутбуком у него все в таблицах в экселях у него дома все по полочкам просто как это выки заходишь у него все там расставлено вот этот человек система он планирует он организует он следит за финансами он подписывает договора вот когда такой альянс создается у нас есть несколько людей продуктов это не я есть человек коммуникатор я ещё эксистема вот это получается классная система и извини развивая эту мысль важно найти свою роль в этом кто ты ты человек продукте нравится только создавать продукт мне кажется как оля но в данном случае твой продукты от коммуникации да ты человек продавец это я коммуникатор либо ты человек система. Вот в данный момент я являюсь человек-продавец, коммуникатор, я веду сториз, я привлекаю клиентов, езжу на встречу с клиентами, делаю так, чтобы к нам приходили заявки лиды, и они уже превращались в продукты, ну и в деньги. Прям предвосхитил мой вопрос касательно роли. Это другое задам. Вот я считаю, что то, чем вы занимаетесь, это успешные кейсы. Ну и, собственно говоря, поэтому мы с вами здесь. Вот как вы поняли, что именно это направление будет успешно? Вот какие есть критерии, может быть, по выбору сферы? Потому что нужно понимать, да, что студенты наши, например, на пороге принятия решений находятся, и им тоже хочется понять, как самоопределиться, куда сейчас можно влиться. Когда я поступала в этот, кстати, университет на связи с общественностью, становилась пиарщиком, мне казалось тогда, что это как раз вот самое перспективное направление, куда можно двигаться. А вы как выбирали? Какие были критерии? Ох, на самом деле столько много лет назад была кончена университет. При учебу, да, это про бизнес. Какая сфера? Как раз считаю, что очень сложно на момент поступления определиться. То есть у меня сначала первое — это филологическое образование, итальянский язык, то есть переводчик, преподаватель. И были прожиты несколько жизней, в полном смысле слова. То есть и переводческая деятельность, и там какая-то менеджер проектов итальянской торговой палаты, и какой-то стартап, который развивался из инкубатора в высшей школу экономики. И дальше, собственно, все, вот были какие-то лакуны в жизни, когда ты думал, а куда я со своим филфаком? А почему я учила целый год старопровансальский язык, латынь? Что я вообще хочу делать? И мне, например, мой муж говорил, слушай, ну а ты что хотела? Ты как бы вот что думала в жизни делать? Надо было идти на бухгалтера, надо было финансово как бы, вот ты сейчас что хочешь, слезы льешь. И я как бы не понимала. Потом все-таки, ну я считаю, это важно в жизни каждого человека, наверное, Петя тоже согласится, бывают, ну то есть ровная кардиограмма не бывает никогда. У успешных людей это всегда, ну какой-то путь, поиск, и вот эти вот зависающие такие моменты, когда ты действительно там ищешь себя и пытаешься на максимально, ну мой ответ это только к себе прислушиваться и понимать. У меня были предложения там с очень большими, я не знаю, офферами, с каких-то, я уже которые подписывала, отправляла и вдруг понимала, что я себя не вижу. Вот, например, такое было предложение, когда мне предложили ехать в Краснодарский край и развивать какую-то винную компанию на местах. И я, в общем, мне все говорили, Оля, ну как ты долго себя ищешь, ты что-то как-то вот это, тебе приуныло, давай. И я вот в Тамане. И я вот как бы уже и подписала и все. И потом отбой дала и случился, ну кто-то наверняка помнит, в 12-м году случилось наводнение в Крымске. Там не то, что развивать было нечего. Там, в общем, девочка, которая уволилась и поехала, долго еще пыталась получить какие-то хотя бы деньги. Вот. Ну, мой поиск просто привел к тому, что я в какой-то момент стала работать в сфере культуры и современного искусства. Очень всегда благодарю человека, который поверил, потому что я пришла совершенно с нулевым вот в этой сфере бэкграундом, ноль контактов, собственно, а человек это Владимир Авчаренко. Это первый галерист, в общем, был и один из первых остается. Он не побоялся, кстати говоря, в 90-м году в лихом уйти и оставить финансовую карьеру. У него был банк и заняться современным искусством, открыть первую в России коммерческую галерею. И до сих пор она, в общем, существует. Единственное, что она сейчас называется не Реджина, а Вчаренко по ее фамилии. Вот. И он поверил в меня. Я пришла из пиар-агентства, причем, ну, куда я долго пробивалась. Это американское пиар-агентство. И, в общем, было, наверное, многие бы мне позавидовали, но я чувствовала себя вообще практически с первого дня не там, что я не там. Вот. И когда я сказала в агентстве, что я ухожу в галерее современного искусства, мне сказали, ты вообще сумасшедшая, сейчас просто рынка нет, все закрылось. Тогда как раз объявили три ведущих галереи о том, что нет никакого вообще здесь шанса выжить вот современному искусству. А он открывал при поддержке Good Development на Красном Октябре огромную некоммерческую галерею и сказал, ну, откроешь галерею, потому что его кинул пиарщик, я тебя возьму на работу. Не откроешь, и вот такое было, собственно, тестовое задание. Ну, это черенш некий, да? Да, это черенш, но надо вот, и потом были тоже моменты, вот когда из искусства переходишь, вот как бы в какой-то момент я поняла, что музыка, то есть это было хобби, и потом вдруг я поняла, что я хочу, меня это драйвить больше, я вижу перспектив больше, надо как можно больше чувствовать, останавливаться, слушать себя и не бояться. То есть обнулялась, вот не раз у меня обнулялась, я начинала в искусстве, это очень большой компромисс и в культуре по сравнению, например, с корпорацией, где там соцпакет, ДМС, Онегин, Фитнес и так далее, там в компании Лориаль, например, в которой я работала. А тут ты обнуляешься, начинаешь шерить квартиру пополам с кем-то на пороге 30, и как бы думаешь, класс, зато я вчера узнала Лего Кулика вживую, как бы увидела и просто как бы обрела новую жизнь, новый круг друзей. Но вот человек, есть такая мысль небанальная, что человек становится счастливым тогда, когда он порядка, я точно не помню, 8 или 10 лет занимается любимым делом. Вот к нему прям приходит независимость от там, как устроена, не знаю, личная жизнь, что у него в любом случае приходит счастье от того, что он вот как пазл совпал в своей жизни. И вот я думаю, что у меня и это как бы методично, методично ты делаешь, все равно качество переходит в количество, ну и в общем наоборот. Резюмирую, попробую. Значит, критерии для тебя успешного бизнеса, это тогда, когда ты чувствуешь некий отклик, и когда это совпадает с твоими ценностями. Ну, однозначно, да, когда ты все-таки понимаешь, что, во-первых, ты любишь то, что ты делаешь, ты веришь в это, без этого невозможно достичь никакого успеха. Это, ну, тоже я проверила на себе, когда берешься за проекты больше по прагматическим соображениям, они просто не драйвятся тобой, да, и когда, ну, когда, безусловно, совпадают эти попутные ветра в виде определенных обстоятельств команды, людей, да, то есть у меня, например, сейчас лучший мой коллега, это девочка, которая посмотрела запись лекции со мной и написала мне, что я хочу быть твоим стажером, а я говорю, слушай, у меня, милая, даже денег нет тебе заплатить на тот момент. Ну, потом вот, сегодня вспомнили, Петя, что как раз на свободе она уже мне помогала, я уже даже забыла. У меня тоже есть, развивая эту мысль, офф-топ-история, мы с Олей год назад делали первый вообще в России Zoom-фестиваль, когда мы все сели в локдаун, я сразу первый заболел ковидом, сразу, как только все услышали о нем. Сливчик. Да, я сидел дома, все закрылось, нам нужна была движуха, и мы придумали фестиваль в Zoom-фестивале. Ну, сейчас, наверное, это уже привычно, но мы тогда собирали несколько сотен человек по всему миру, мы там летали в Нью-Йорк, там, к фотографу, на бале к хореографу, в общем, все дома танцевали, красились там, играли роли, фотографировались. Вот, и я искал пиарщика, мне посоветовали Олю, мы с ней договорились на тестовый период, какой-то первый, вот, и в этот тестовый период просто вылетают какие-то статьи, там, Афиша, Форбс, там еще какие-то. Я такой, батюшки мои, вот это круто. И мой друг пишет, Петь, кто твой пиарщик, дай контакт. Я говорю, ну, вот есть Ольга, но она еще на тестовом периоде, он говорит, типа, Форбс на тестовом периоде, это только ты так можешь сделать. Вот, специалист высочайшего уровня. Класс. Теперь давай к тебе. Критерии успешного бизнеса. Вот как понять, что лезь вообще стоит в ту область, с которой хочется заниматься? Слушайте, вообще, критерий всего в жизни только один. Я ходил к психологу, нет, я не псих, но я ходил к психологу три года, и я сделал открытие, делюсь с вами. Критерий в жизни только один может быть. Это? Свобода. Свобода для кого-то, да. Для меня это чувство. Вот чувство – это единственный навигатор, который нас не обманывает. Человечество пошло по рациональному пути, мы все анализируем, все считаем, все укладываем в таблицы, но это противоречит нашей природе, друзья мои. Недавно я тут читал Форбс, я почитываю Форбс, потому что хочу там оказаться рано или поздно. И, к сожалению, один там российский миллиардер купил дом в Беверли-Хиллз, роскошный, мне он очень нравится. Но он покончил жизнь самоубийством. Вот вам и критерий успеха. Да, у него там 18 миллиардов или там миллионов долларов он купил дом. Но счастлив ли он? Не знаю. Я думаю, что… То есть это не про деньги, да? Что извините? Это не про деньги, значит. Критерий успешного бизнеса – это не про деньги. У меня есть много там достаточно обеспеченных людей в кругу общения. Мало кого я могу назвать счастливым. Вот я… У меня вот есть айфон классный. Я не купил, например, недвижимость пока, да? Я избавился от автомобилей. Я вообще исповедую шеринг иконами. Ну и как бы футурологи говорят, что мы все будем в шеринге жить. Мы шерим одежду, Airbnb, Uber, там. Дрель работает 6 минут. Слышали? Средняя дрель в мире работает 6 минут. Вот вы купили дрель, положили ее домой. В среднем она проработает 6 минут. Короче, мы все идем в шеринг. И у каждого свои задачи. Вот для меня критерий успеха – это приятное самочувствие, ощущение. Это кайф. Как к этому прийти, слушать себя? Вот чувство – это единственный навигатор. Это то, что я сегодня своему сыну завещал. Ему 12 лет. Я говорю, сделай, пожалуйста, счастливым себя. Это самая главная твоя работа. Вот нас учат в университете. Интересно, в московском городском учат быть счастливым? Нас учат экономики, физики, физкультуре, математики, геометрии, химии, литературе, педагогики. А я отвечу. Учат ли нас быть счастливым? Вот это хороший вопрос. А я отвечу. Пожалуйста. Вне учебка как раз именно этим и занимается. Мы делаем все для того, чтобы человек, студент, он чувствовал себя счастливым. Ему было комфортно, ему было свободно, как бы это сейчас ни звучало. И он действительно чувствовал свою пользу, значимость. И не просто как единица какая-то, а вот человек, в котором мы видим какой-то фокус внимания. Слушайте, а переходя к вузу, и Ольга говорила чуть-чуть про образование. Петь, у тебя хочу теперь спросить. Какое у тебя образование? Первое, второе, десятое? У меня образование очень простое. Школа и второе универ. РГГУ. У меня даже есть красный диплом. Я его никогда никому не показывал. А специальность? Экономика. Экономика. У меня вопрос. Как повлияло, какую пользу вы протянули до сих пор из образования в свой бизнес? Потому что я убеждена абсолютно, что какое бы образование ты ни получил, даже если ты потом по специальности вообще никак не работаешь, оно все равно дает тебе фундамент определенный. И знания как-то конвертируются в бизнес в любом случае. Что скажете по этому поводу? Прошу. Ну я могу, я много задумывалась. И одно могу сказать, что филфак МГУ, это было очень сложное фундаментальное образование. Просто вот до потолка количества книг, которые надо прочитать. И я честно не шучу, когда говорю, что моя мечта за пять лет в университете было несколько ходить в кино тогда, когда я хочу, покупать глянцевые журналы и читать то, что я хочу. Потому что этого не было. Ну то есть это реально масштабнейшие часы, часы библиотеки и совершенно какие-то тонны книг прочитанных. Я могу одно сказать, что это, наверное, вот эта вся фундаментальная, какое-то очень неприкладное. Нам так и говорили, хотите учить язык, идите там в ИНИАС или на курсы. Вы тут вообще науку должны двигать. И, собственно, у меня там очень сложная была дипломная работа, языковая политика фашизма во Второй мировой в Италии. На секундочку. Да, между прочим, очень жесткая была языковая политика в Италии. И не было написано никаких работ в России. То есть я работала с итальянскими и с немецкими, переведенными на итальянские источниками. Я думаю, что этот фундаментальный подход просто позволяет потом в жизни не бояться браться за самую любую вообще задачу, которую ты... И в том числе и менять. То есть вот когда ты можешь понимать, что ты можешь... Ну ты же учил эти какие-то языки трубодуров, какие-то вот эти все. Ты зачем-то это как-то освоил? Значит, ты сможешь в принципе все, что угодно. Ну так, в общем, потом и заносит в жизни. Раз там Илья Логотенко, ну ладно, так, напишем. Но только я такая про себя подумала так. Но если я пишу Илье Логотенко, у меня нет больше шансов не сделать этот проект. Я не могу сказать, что Илья, сори, надо деньги зарабатывать. Или Илья, я заболела, ой, пандемия, у меня депрессия. Или там у меня какой-то сейчас нестрессовый... Ресурсный. Да, все что угодно. Там не ресурсное состояние, нет. Просто есть один, только после этого письма, один расклад. Сделать проект. Ну как, собственно, и вышло. И даже мы сейчас вместе работаем над следующими спецпроектами масштабными. То есть у тебя есть языки, у тебя есть навык переработки большого объема информации. И у меня есть незаконченная, незащищенная диссертация РГГУ, теория истории искусства. Но я не могу рассказывать, потому что меня каждый раз просят, когда какие-то лекции, пришлите, вот у вас заявлено, там пришлите. А я говорю, у меня нет диплома, я не защитила диссертацию, потому что был выбор, либо ты пишешь диссертацию, либо ты все-таки работаешь. Потому что одно, то, чем я занималась, не предполагала, что я буду, когда ты ворочишь огромные вот эти проекты, как там директор по пиару, допустим, ты не можешь обложиться там на три месяца книгами и уйти в этот учебный запой. И если я правильно тебя услышала, да, еще, ты сказала, что это дает некую смелость, что ли, да? Ну, я думаю, что да, если ты понимаешь, что ты выжил, если ты вдруг, прочитав эти 150 книг, тебе потом задают какой-то каверный вопрос, мол, типа, какие часики веселья на стене, ты думаешь, блин, как вдруг ты вспоминаешь, ты, наверное, думаешь, что мозг может все. И еще, на самом деле, у меня была невероятная история, я надеюсь, что когда-нибудь я сниму, вообще кто-нибудь снимет кино, потому что, во-первых, история, которая поменяла жизнь мою и жизнь еще нескольких людей, и вообще привела меня, развернула диаметрально противоположно все в моей жизни, наверное, нет больше событий, которые так сильно изменило. Я на Сицилии познакомилась с художником из Милана, и в какой-то момент, ну, тут же ему сказала, а давай сделаем выставку в России. Я не знала, как делаются выставки, я клянусь, что я даже, наверное, не очень хорошо представляла, как, что такое пиар, но был 2010 год, смог, ну, кто-то может помнит, мне кажется, я просто передышала этого смога и написала, «Чувак, на мне то-то-то, с тебя это, я готова сделать», и когда они приехали, они говорят, мы думали, ну, он вместе со своим товарищем, который помогал ему как менеджер, они говорят, мы думали два, как бы, два варианта, либо ты очень богатая, либо ты сумасшедшая. Они приехали в мою хрущевку, парни, у которых, на самом деле, которые очень из богатых таких респектабельных семей Монса. Монса — это такая барвиха под Миланом, но с аристократическим флером, то есть это исторически, да, и они говорят, мы поняли, ты сумасшедшая. То есть человек, который не знает, и была штука в том, что мы завезли картины абсолютно по-белому, как не возят, и когда этот груз был арестован, и мне говорили там на таможне, что тебе придется чуть ли не продать квартиру, чтобы заплатить взятку там, потому что тебе не растаможен, вот это воз, нелегальный воз предметов культурного наследия Италии, вот. И когда я вообще, ну, случилось просто все чудеса мира в миг, они случились, и я поняла, что это, наверное, 500 раз круче, чем вспомнить, какие часики были там в книге, и ты просто понимаешь, что ты можешь, и если это как бы твое дело, твой проект, значит, он сложится точно, вот самыми невероятными способами. Очень круто. Петь, что тебе дало? Петя, смотришь кино? Я тебе еще такие любовные линии расскажу. Я вообще сейчас пережил с тобой эту историю, это очень круто. Это подтверждает тезис, что знания, конечно, важны, но смелость города берет, выигрывает тот, кто смелый. Никогда не будет достаточно знаний. Более того, мы не знаем, что будет впереди, мы только знаем, что сзади. Мы не можем все время на опыт опираться, да, на опыт учителей, там, всех, кто делал до нас. Поэтому надо быть смелым и шагать в неизведанное, как это делает Ольга Чучадеева. Что тебе, Петь, дало твое образование? Что мне дало образование? Ох, я сейчас сидел, думал, как бы корректно, ведь материться нельзя, да, в эфире. Я не знаю, что у московского городского происходит, но я вообще сейчас поставил большой вопрос, вот пойдут ли мои дети в ВУЗ. Я вижу огромную разницу между тем, что происходит в учебных заведениях и тем, что происходит там в классных компаниях, которые реально создают ценность, продукт сейчас в авангарде любого рынка. И мой подход был очень простой. Я с первого курса пошел работать. У меня просто, к сожалению, а может, к счастью, не было выбора. То есть меня не спонсировали родители, у меня там мама, доктор, папа уже там пенсионер, он взрослый достаточно. И вот я работал с первого курса, и какой я был молодец. Я сам зарабатывал, я постигал маркетинг. Я достаточно высокий, сейчас не видно, но вы увидите это. Давайте так продолжим. Нужно менять картинку. Я сидел и думал, почему все спикеры сидят постоянно. Петь, Петь, знаешь чего, мне кажется, что нам тебя уже не хватает здесь. Вот, и я был высокий, в принципе, я и есть высокий, и меня брали в разные рекламные акции. Ну, прикольно же без головы, да? Вот, и я стоял, рекламировал, чего я только не рекламировал, и кофе я продавал, и кока-колу, и, в общем, еще я говорил по-английски. Я был такой, типа, модельной внешности, джентльмен, и я попал под какую-то очень крутую акцию. Мы ездили в посольство, на гольф-турниры, на показы мод и разливали кофе. В общем, 4 года, пока мы изучали там экономическую теорию, я работал в мероприятиях, в BTL, в ивентах. И уже на четвертом курсе, дневного, я уже работал на полную ставку. То есть, не знаю, как я это совмещал, но как-то совмещал. И пока там мои все сокурсники что-то там изучали, теорию, я уже делал какие-то мероприятия, чуть ли там не Феррари, какие-то открытия бутика Феррари в Барвихе, я помню, я делал. Ну, в общем, вот, если бы я был на вашем месте, друзья, я бы шел поскорее работать. ВУЗ – это классно. Что мне дал ВУЗ? ВУЗ дал, наверное, комьюнити классное, вот, то есть, чувство плеча, да. Я там познакомился со своим партнером по бизнесу, которым мы сделали департамент. Мы сделали департамент 21 год. Мы делали с ним уже мероприятия в общаге, вечеринки, где мы только не делали их. Вот, то есть, всегда было желание создавать ивенты. Поэтому комьюнити, тусовка, навыки, вот все софт-навыки, да, как влюбить в себя преподавателя, когда ты не готовился к экзамену, как быстро, стрессоустойчиво, там, разрулить какие-то конфликты, как прожить на стипендию. То есть, там очень много было софт-навыков. С точки зрения хард-скиллов, я, мне кажется, не использую вообще ничего, чему я посвятил 5 лет учебы. И хорошо это или плохо, но вот государство за это заплатило. Я учился на бесплатном. На меня потратили время много преподавателей. Но этих навыков я не использую. Поэтому, если бы я был на вашем месте, я бы, конечно, учился в московском городском, но я бы работал, чтобы на четвертом курсе вы уже понимали, насколько вы будете вообще понимать, что вот в реальности происходит, что происходит в мире теории. Мир теории тоже, он богатый, интересный, он подарил нам там огромные исследования, научные открытия, без него невозможно существовать. Для кого-то этот путь интересен, но мне путь интересен прикладной, я предприниматель, мне интересно понимать, как создать ценность, как ее продать на рынке. Поэтому мой путь, это сразу разведка боем называется. А я вот за параллель, потому что, ну, я четко понимаю, что фундамент, комьюнити, люди, это, ну, прям триада, которая нужна в бизнесе. Потому что я же тоже предприниматель. Я смотрю на это с точки зрения того, что у тебя есть возможность коммуникации и формирования социальных навыков. Неважно, на кого ты учишься, да, вообще не зависит. Я вот про софты-то затронул тему, а это тоже же важная штука. Вот в вашем бизнесе, в вашем деле, какие софт над профессиональной компетенцией, я для вас напомню, это некие мягкие навыки, которые мы отстраиваем на наши харды, да, то есть то, чем мы пользуемся при коммуникациях. Какие софты вам нужны и каким вы пользуетесь каждый день? Условно, давайте топ-3. Так, ну, когда работаешь, как, допустим, пиар-директор, и в том числе, там, я не знаю, выпускаешь фильм «Федеральный прокат», допустим, вот осенью у меня был такой почин, тут вообще все про коммуникации. Это, а, терпение, потому что когда начинается вот это вот, там, а ты узнал, а ты узнал, там микроменеджмент со стороны, там, допустим, заказчика или что-то, я говорю так, вы меня позвали уже как профессионала, значит, вы доверяете, и в том числе, ну, опять же, понятно, что нужно проверять то, о чем говорил Петя, да, но доверять или иначе, там, делай все сам. Тогда я говорю, если ты классный пиарщик, пожалуйста, даже Петя, я так сказала, Петя, если ты знаешь, как делать лучше пиар, зачем тебе я? Хотя Петя, ну, исключительный вообще, прекрасный самопиарщик, пиарщик точно, вот, просто прирожденный, при том, что у меня это выращенное, мне было очень сложно когда-то знакомиться там с людьми, пойти, я не знаю, в театр самой, и тем более, там, подойти к журналисту, который является, там, допустим, одним из главных арт-критиков, и что-то ему еще рассказывать с горящими глазами, вот, ну, значит, терпение, да, доверие, и я думаю, что в моем случае это многозадачность, уровня бог, я думаю, то есть мозг, который должен, но такой, когда у меня один HR, большой специалист спросил, она говорит, Оля, нет хороших пиарщиков, нет хороших пиарщиков, постоянно просят пиарщиков, пиарщиков везде, опиши мне просто, что же такое делает пиарщик, я говорю, послушай, ну, когда я описала просто только задачи по трем проектам, это еще был как раз выход с пандемии, и, ну, вот, была свобода, что-то в таком мягком режиме, атрибют, ну, и, в общем, это еще совсем не то, что было осенью, например, она уже говорит, так, стопе, я как бы, я не понимаю, как бы, и, ну, для меня, например, сейчас задача, собаку я завела, для меня уже, как бы, совмещать и чувствовать себя нормально, как бы, уделять всем сферам вот эту вот многозадачность, которую ты постоянно учишься, потому что задачи, они, в принципе, ну, какого-то развивающего человека, они только добавляются в жизни, даже независимо делегируешь, ты передаешь, в любом случае у тебя всегда на новом уровне будут новые вот эти многозадачности. Ну, меньше задач точно не станет, да, если мы говорим про новые проекты и все остальное. Петь, что у тебя с софтами, какие софты ты используешь каждый день, и вот топ-3? Да, хочу поделиться несколькими секретами. Первый секрет, можно не отвечать на вопрос, который вам задают. Сейчас такая пришла идея. Все-таки вопрос, он формирует сразу твое мышление, но нет, я не согласен с таким вопросом. Почему? Опять же, уходя в психологию, в каждом из нас уже заложены софты, в каждом из нас. Кто-то потрясающий оратор, например, я. Ну, иногда, не сейчас, иногда. У меня просто папа актер, и когда ты растешь в семье актера, это все. Каждый поход в магазин – это шоу. Поездка в метро – это шоу, там аплодисменты. Вот, и для меня это естественно. Это для меня как пить воду, вот прийти, говорить, не знаю, танцевать, прыгать, бегать. Для кого-то это будет так, так сложно, такой челлендж, развить в себе вот этот софт-скилл, как ораторское мастерство. Поэтому у каждого свой набор. Это первый секрет, даже уже второй секрет. Не отвечайте на вопросы, которые вам говорят, гните свою линию. Второй секрет – у вас уже есть софты. Просто посмотрите, что у вас получается легко, от чего вы получаете удовольствие, от какого процесса. Вот лично я – это общение, выступление и креатив, генерация идей. Я могу в минуту вот наговорить, Оля знает, столько бреда. Вообще не бреда. Ну, я называю это бред, но потом весь этот бред можно… Люди за него деньги платят. …упаковать и продать за десятки миллионов рублей. Ну, креатив как бы это хулиганство, креатив – это нестандартное мышление, да. То есть все, что нас сейчас окружает, когда-то было очень смело идеей. Раньше все диваны были бежевые, кто-то придумал красный диван. Все телефоны были с кнопками, помните, кто-то без кнопок придумал телефон. Ну и так далее. Банки без отделений, вот была у Тинькова такая концепция. Все смелое, а как вам полетела ракета, а теперь ее надо посадить, да. Все это достаточно смелая идея. Сначала она кажется безумной, хулиганской, а потом как бы она приносит хорошие дивиденды. И последнее, что я хотел сказать – секрет. Секрет, я буду произносить его шепотом, это тоже ораторская фишка, чтобы вы прильнули к экранам. Идите сюда ближе, идите. Так вот, секрет, который не знают специалисты, но знают предприниматели. Делюсь с вами. Не обязательно развивать в себе что-то, какой-то навык, а можно его купить на рынке. Вот если я, например, я очень несистемный человек, я могу развивать тайм-менеджмент. Я всегда опаздываю. И Соня знает. Я, например, забываю, я не веду календарь. Ну, то есть, если я буду прокачивать в себе тайм-менеджмент, я буду очень слабым креативщиком. То есть, это некий баланс в природе, да. Что я делаю? Вот я, например, пойду читать книги по тайм-менеджменту, а пойду-ка я на курс по тайм-менеджменту. Я буду теперь успевать. И что произойдет? Мой креатив, как бы мой гениальный навык, который принес мне международные награды, да, он, как бы, будет очень сильно проигрывать. Что делает предприниматель? Он нанимает на рынке себе в команду, покупает крутого человека, у кого крутой тайм-менеджмент, у кого крутой там чувство вкуса. У меня, как вы видите по моей одежде, не очень чувство вкуса, вот, но у меня есть очень крутой дизайнер, и я купил его навык, да. Можно, как бы, учиться годами, инвестировать туда часы времени и, окей, прокачать на 10% свой тайм-менеджмент или чувство вкуса, или умение переговоров, там, жестких ценовых, или, не знаю, финансовый менеджмент. Можно покупать на рынке таким образом, чтобы ваша команда состояла из лучших. То есть, вот, приходи ко мне в команду, в чем ты the best? Я всегда спрашиваю на интервью, в чем ты the best? Он начинает рассказывать, рассказывать. Я говорю, какие факты могут доказать твои слова? Строу уже поменьше начинает рассказывать. Покажи кейсы, покажи примеры, кто может подтвердить твои слова, да. Вот, если собирать команду людей, у которых есть один навык, но лучший, как команда супергероев, да. Кто-то лазером стреляет, кто-то Халк, огромный качок. То есть, Халк в компьютерах не соображает, да, а там Донателло или там черепашки нельзя, знаете. Ну, в общем, секрет такой, друзья. Не развивайте ваши софтскиллы, найдите их, они у вас есть. А другие заместите, компенсируйте в вашей команде. И тогда получится крутой проект, крутая команда. Мне на самом деле такой подход очень импонирует, потому что мне кажется, что, во-первых, каждый должен заниматься своим делом и не брать на себя допом какие-то вещи. Я только недавно научилась делегировать, может, года четыре, может быть, как. Мне казалось, что я должна уметь все делать, чтобы проконтролировать какой-то другой процесс, который я, например, сейчас не занимаюсь им впрямую. И это оказалось провальным подходом. И мне кажется, что, помимо всего прочего, да, вот мало того, что каждый должен заниматься своим делом, а еще нужно просто доверять. И это качество ключевое с точки зрения управленца. Потому что если ты не доверяешь, ничего не получится. Да, ты держишь. Не отпускаешь ребенка, так и бегаешь с ним за велосипедом. Слушайте, Петя. Прости, пожалуйста, у меня просто есть небольшой видосик. Я к вас к нему. Друзья, у меня к вам деловое предложение московский городской. Как вы смотрите, началось лето, уже начинается. Как вы смотрите на стажировку в студии завтра. Есть небольшой ролик. И мы работаем сейчас над очень интересным инновационным проектом. Это цифровой человек. Скоро мы все перейдем в цифру. Завтра об этом говорят футурологи. Мы будем жить в виртуальных мирах. Мы уже в них живем. Среднее экранное время, посмотрите. Просто интерфейс вот этот, он несовершенен. Скоро у нас будет вот такой интерфейс. Еще будет вот такой интерфейс, нейролинк. И мы будем ходить по улицам, видеть дополненную реальность. Это будет совсем скоро. И у каждого из нас появится свой клон, копия, цифровой аватар. Кто-нибудь слышал про цифровых аватаров? Конечно, да. Да? Супер. Сейчас я покажу на экране вместе с Вячеславом цифровой аватар, который ведет наша студия. Извини, не этот, а уже перейдем сразу к вертикальному. Время нас поджимает. К вертикальному ролику последнему. Это скрин, который я записал сейчас в такси. Итак, вопрос к вам, уважаемые студенты и зрители. Мы объявляем маленький челлендж. А вот и наш аватар. Итак, это шеф-повар ресторана «Ши», который входит в сеть White Rabbit Family. Вот такая вот цифровая девушка. Шеф-поварка. Как сейчас модные феминитивы. Видите, она ходит по светским мероприятиям, дружит с Ксюшей Собчак, снимает ролики. Мы оживляем ее с помощью различных технологий. Она тусовщица, она шеф-повар. Она занимается цифровым искусством. Зовут ее Саша Ши. Вот сейчас мы покажем кулич, который она сделала с одним художником и выпустила на NFT-бирже. Это кулич, который мы на Пасху анонсировали. Продаем его за один эфир. Вот, соответственно, этот цифровой аватар ведет полноценную жизнь и даже больше, больше, чем может себе позволить человек. Ходит на тусовочки, видите, фотографируется с разными инфлюенсерами и трендсеттерами. Так вот, мы ведем несколько таких аватаров. Один из них для банка, еще там несколько. Вот он на открытии ресторана «Ши» с Борисом Зарьковым и Ксенией Собчак. Итак, вопрос к вам и предложение. Посмотрите на этот аккаунт, он называется «Саша Ши» и предложите идею контента. Какая может быть классная, интересная, вирусная идея? Ольга, не подсказывайте, я знаю, у вас уже родилось десяток. Классная идея контента, которая… Вот, обратите внимание, она постит свои нюцы. У нас контент весь 18+. И наша задача сделать ее большим, охватным цифровым блогером. в течение этого года, чтобы проводить активные коллаборации с брендами. Ну, собственно, это бизнес-проект, который мы делаем в партнерстве с компанией White Rabbit Family. Теперь, внимание, вопрос. Предложите вашу идею контента. Можете прислать мне. Сейчас наезд, внимание. Наезд и фокус. Петр и его QR-код. Наводите камеру, друзья, на экран. Да, вот присылайте мне. На самом деле, это QR-код моего инстаграма. Ох, классно. Вот это специалист. Вот это московский городской. Ребята, топ. Пришлите мне в инстаграм ваши идеи. Самая классная идея будет реализована. Это самый большой кайф для творца. И вы можете пройти стажировку в студии завтра. Наш офис находится в Москве, но мы можем и в облаке с вами поработать, если вы из другого города. А если вы окажетесь классным продюсером, либо творцом, креатором, либо менеджером, либо маркетологом, либо СММщиком, то мы предложим вам место по окончанию московского городского. Вот такой офер от студии завтра. Петр, завтра мой инстаграм. Кайф. Оль, у нас время действительно подходит к концу. Расскажи, пожалуйста, какие планы, может быть, вот коротко, к чему сейчас готовитесь. То, о чем можно говорить. Не настаиваю. Можно, я просто не буду называть компанией, но вот буквально сюда я приехала со встречи с потенциальным партнером, спонсором, который все, когда мы делали трибют, все артисты, особенно молодые, понятно, что, ну, может быть, там не Ивань Дорна, Монеточка, но для них выступить на одной сцене с Моми Троллем, это просто, ну, что-то, что они даже не могли мечтать. Вот. Вот, и мне тоже хотелось, конечно, безусловно, сделать этот концерт срежиссированный, большой, масштабный, вместе с 16 артистов, проектов и Илья Логутенко, Моми Тролль. Вот. И сейчас, слава богу, все потихонечку, все прививаются в Москве, в Петербурге все похуже. Вот. Но в Москве прививаются, концерты большие разрешены, и я очень надеюсь, что у нас получится договориться с большой компанией, партнером, и мы всех пригласим. Вот, Петя на работу, а я отдыхать. Приглашу вас, ребята, ну, и есть ряд таких, каких-то сейчас, знаете, несколько проектов, в которые ты вот сеешь семена, они очень долгие, медленные, там, допустим, я не знаю, идея кино, пойдем Нетфликсу продавать. Идея какого-то большого, невероятного электронного балета и какие-то социоблаготворительные вещи. Ну, в общем, посмотрим, следите тоже. Следите. У меня ничего так не подготовлено, как у Пети, потому что вот Петя самый крутой, самый пиарщик, видите? У меня нет, просто найдите как-нибудь. Мы тебя и так найдем, мы сделаем все, чтобы сбалансировать эту историю. На досуг прекрасный. Петя, какие планы? Расскажи, пожалуйста. Если у нас есть еще пару минут, я попросил Вячеслава открыть второе видео. Расскажу, что будет завтра, друзья. Меня зовут Петр, я основатель креативной студии «Завтра». Смотрите, вот мой цифровой аватар «Диджитал клон». Вот в таком формате мы рассказываем нашим клиентам идеи, а вот я рассказываю, что будет завтра. Вот технология «Метах Юмэн», по которой каждый из нас сможет создать своего цифрового клона. Больше не нужно будет одеваться, прихорашиваться, следить за кожей, за одеждой. У нас будет жить клон в наших соцсетях, он будет путешествовать, жить той жизнью, о которой мы наконец-то мечтали, можем показать. Цифровая одежда заменит реальную. Кто-нибудь уже покупал цифровую одежду? Я видела, что Денис Кукаяк вчера купил штаны себе. Отлично. Значит, мероприятия перейдут в гибридный формат, вот как сейчас мы видим, да, здесь коллаж из 3D, миров 2D, реальности, виртуальной реальности. Это коллаборация Mercedes и Virgil Ablo, они выпускали новый автомобиль, то есть художники сейчас главные, ньюсмейкеры и трендсеттеры. Выставки переезжают тоже в такой у нас онлайн-формат, это сейчас я показываю самые классные мировые кейсы, которые вдохновляемся мы в студии и предлагаем нашим клиентам. Вот здесь была коллекция Balenciaga, представлена в виде компьютерной игры. Кто-нибудь играл в эту игру? Нет, не проходил? Киберспорт вообще раздает очень активно сейчас, и, ну, кибериндустрия игр обогнала кино, наверное, вы слышали, то есть игры собирают больше, собирают несколько миллиардов долларов по сравнению с фильмами. И скоро, я думаю, что сольются эти две индустрии, мы будем играть в кино и смотреть видеоигры. Вот телепортация происходит Барака Обама и Опре Уинфред, которые находятся в разных местах, но берут интервью друг у друга. Съемки будут проходить в XR павильонов, то есть студия у нас сегодня очень красивая, но вот так будет выглядеть студия будущего, где контент сзади синхронизирован с точкой позиции камеры оператора, что будет создавать эффект полного погружения, будут создаваться виртуальные миры, вот в которые сейчас, это референс из Канады, в который сейчас мы видим на экране. Музеи, музеи тоже переезжают в онлайн, то есть там сумасшедший трафик открыт 24 на 7. Мы сейчас работаем с музеем с одним, и делаем для него полный виртуальный клон, в котором можно различные там виртуальные экспириенсы. Вот на подходе очки смешанной реальности, MR Mixed Reality, который позволит и коллаборировать людям из разных распределенных, да, команд, и создавать вместе контент, который связан с физическими объектами. Сейчас уже проводят тесты, где можно взаимодействовать с голограммой рукой. Я сегодня в сториз у себя тоже это постил, посмотрите. Значит, искусственный интеллект будет творить активнее, активнее. Вот здесь Machine Learning это называется. Здесь мы видим работы художника Рафика Надола, это художник из Турции, который творит вместе с искусственным интеллектом. А вот здесь, это художник тоже из Европы, Хулиус Хортьюс, он говорит, что я очень ленивый, поэтому я привлекаю машины и программы. Вот весь этот мир нарисован фракталами, то есть повторяющимися формулами, которые, по сути, искусственный интеллект создает. Лидар, который появляется в большинстве девайсов сейчас современных, тоже новая медиа, которая создает возможности для художников и для контента. А новый такой медиа формат, это медиафасады. Вот вы, наверное, видели эту волну, да? Да, вот я даже такой термин назвал гибридная архитектура. То, что мы видели в фильмах Blade Runner. Вот сейчас города преображаются с помощью художников за счет дополненной виртуальной реальности. А вот и наша команда. Это наш борт, а это наши молодые креаторы. И вы тоже можете ими стать, если напишите мне в Инстаграм. Такие вот классные ребята. Вот Саша Шин, от которой мы сейчас работаем. Это аватар из России, цифровой инфлюенсер. Сейчас еще покажем несколько кейсов. Вот так она ходит по тусовочкам, фотографируется с классными модными трендсеттерами, опинион-лидерами. Вот такой интересный персонаж. Мы используем разные мокап, мошен-кепчер технологии и костюм захвата движений XSense и другие разные истории. Вот это художник Reborn, у которого недавно была выставка в Ритце, в галерее Куб. Создал с ней коллаборацию Neira Kulich. Также мы создаем разные мультимедиа-инсталляции. Вот с моим партнером Сашей. Мы здесь видим, кстати, на Космоскоу историю. Вот это в Манеже мы делали для Mercedes-Benz историю. Проводим вот такие гибридные конференции, где несколько сотен человек по всей России включены в единое действие. Это распределенные команды, но у компании стоит задача их объединять, тимбилдить, мотивировать, коммуницировать и так далее. Ну, это несколько кейсов из прошлого. Вот так я уложился в 5 минут, рассказал, чем мы сейчас занимаемся в студии завтра. Вот такие планы, друзья, давайте создавать завтра вместе. Огонь! Спасибо огромное! Я невероятно благодарна и за практически применимый кейс, к которому можно потом вернуться. Оль, если будет что-то предложить, мы открыты абсолютно. Можем сбалансировать эту историю, чтобы никому не было видно. Супер, да, Петя, я настолько сейчас с такими глазами, что у меня уже побежали, побежали мыслишки на твой счет. Думаю, нам будет о чем с тобой поговорить. Я думаю, что нам тут всем есть уже о чем поговорить вне рамок этого часа. Спасибо большое! Рада вас видеть! Спасибо! Друзья! Московский городской! Московский городской! Хватит отдыхать, пора на работу! Пора! Учиться, работать, совмещать и быть счастливым! Спасибо! До встречи! Мы продолжаем! Пока!